12 августа мы на гдовке попытка за брусникой номер два но мы разделились мой коляс собирает бруснику вернее ищет не так и и много а я ищу красноголовиков красные вы где собрала красненький тут еще один и вон еще один и и и и и и и и и только соберешься уходить думаю на полянке грибов нету это не рыбки мои рыбулечки есть грибочки такие ой прошла зацепилась ногой вот сама раздавила и горе то какое не видно видите его как ну чистый точно кусок шляпки пострадал жалко шла через вагульник не увидела вообще никаких намеков развернулись пожалуйста уходите по кругу где-то беленький первый в этом сборе но лис очень красивый просто очень беломуши Но грибы уже собрали до нас, хотя в 7 утра, больше часа мы добирались. Может быть вчера вечером, а может люди не спят, специально собирают. Наши грибы от нас не уйдут. Надо чаще собираться домой. Только соберусь, опять дождик пошел, опять прошлась, хожу кругами 2 на 2 или 5 на 5. Как страшно. Коляска детская в лесу. Кому пришло на ум здесь ее бросить? Сколько маслят в придорожной канаве. Они уже переросли очень сильно. Ну кто-то собирает, маринует, продает. Доль болотца. Ай, что вижу, что вижу, что вижу. Ребятки мои сладенькие, вы видите эту красоту? Смотрите, смотрите, сколько их. Раз. Еще сюда, смотрите, второй. Красавчики, третий такой же, наверное, чуть постарше, тоже белая губка, еще где-то видела там сыроежка. Смотрите, как я удачно зашла. Вот это да. Что за чудное место. Не прошло и трех метров. Я красноголовичка увидела. Моя тыняшка, моя тыняшечка. Еще кто-то торчит. Или красная сыроежка, или красноголовик. Нет, сыроежка красная. Но они тоже очень вкусные, очень плотненькие, красивые. Осенние. О, одну прошла. И вот это вот. Они крепенькие. Прикрепенькие. Хорошие сыроежечки. Суперские просто. Крепкие у них ножки. Камеру выключать не буду. Присела за сыроежкой, смотрю, воровичок красивый. Может быть, червивый, потому что уже крупненький. Такой 10, ой, 10 сантиметров. Ой, крепкий какой. Белый, не старый. Белоснежная губка. Посмотрим. Опять чуть не сбила. Иду смотрю вперед, а тут под ногами такие малыши растут. Ну, не совсем, а малыши. Нет, надо смотреть и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Лисички. И еще там впереди. Ну, посмотреть сразу. Вдруг где-то еще заприметим. Беленьких боровичков их видно вроде издалека. Под ноги надо посматривать только. Еще один. Да, место это надо запомнить. Теперь оно будет моим любимым. Нагдовки у нас таких мест не было же. Оставила нож в машине далеко идти. Пока не обрезаны. Может, тут и нечего будет есть. Посмотрим. Уже и нести тяжело, а они все попадаются и попадаются. Вы смотрите, как здорово. Я не жалуюсь, я радуюсь. Ой, надо посмотреть вокруг, как он растет. Как он растет. Ой, тут откапывать надо с краном. Вот это да. Вот это да. Тут мясо. Он такой весь белоснежный, мясистый. Ну, зачем нам Карелия? Там тоже красиво, но у нас не хуже. Да, носить определенно тяжело. Уже мне корзинку, я не знаю, килограмм пять точно. Ну, были бы обрезаны и было бы легче. Ну, что делать? Вот так вылетела из машины скорее к своим любимым грибам. Побежала, сломя голову. Хорошо, корзинку взяла. Полетела прямо. Не побрызгалась от комаров. Ни нож не взяла. Вот что значит вставать с полпятого. Остаем не потому, что грибов много надо набрать, а потому что жарко потом. Все-таки август. В середине дня уже очень жарко. Опять же дождик обещали. Ну, наверное, надо с этой полянки тоже уходить. Во-первых, ходить тяжело мне бегать. Во-вторых, надо все-таки найти колясо и машину. Он там, наверное, всю бруснику собрал за полчаса, как я тут белые собираю на боровичке. Ой, какой я вижу! Огромадный! Надо с ним сфотографироваться. Да, здесь точно никого не было. Вот это да. Вот это боровик. Мощь. Какая мощь? Нет, все-таки на гдовке самые мощные боровики. Да, вон какой. Большой уси. Попозируйте нам. Ну, как его не разрезать и нести? Тут надо рыло, что там два килограмма веса в этом грибе. Подосиновик повернула. Подосиновик. Ну, кто-то сегодня из моих девчонок будет с грибами. Подосиновики пока не собираю. Сушу немножко. Но пока они мне не нужны. Ой, ну, прелесть радостная. Осенняя радость. Думала, сыроежка. Думаю, сорву маленькую. А это мой красноголовичек. Няшечка маленькая, свеженькая. Я думаю, что тут доль болота. Их опять много. Мы были четыре дня назад здесь. Четыре. Ну да, седьмого. Сегодня двенадцатое. Ой, моровик. 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 Сейчас побрызгаюсь. Ну, ножка тоненькая, но сам губка белая. Ну что, друзья, оцените масштаб. Чистки белых грибов. Маленькие червивые. А большие оказались чистыми. Отходим в сторону от машины немножко. Вот такой бугорочек чудесненький. А этот бугорочек ничто иное, как молодой боровичочек. Вот такой сенький. И еще один. И еще один. Вот такой сенький я видела где-то тут в кустиках. Вот он спрятался, спрятался. Тоже вот такой, но тоже не факт, что чистый. Потому что, как мы уже видели, маленькие червивые, а большие чистые могут быть. Ну, беленький. Белясик. Хорошенький маленький. Белюнечка. Машины шумят. Хотя далеко от трассы, не 100 метров больше. Эхо. Лес. Тут такое хорошее эхо, видимо. За счет гористой местности. Вот они, маховички уже осенние появились. Не было чистый. Не было маховичков в первый раз. Был польский белый. Да. А таких рыженьких не было еще маховиков. Первые. Все, маховик. Походу, маховиков будем собирать сегодня. И кому-то сплавлять. Кто-то будет сегодня есть маховички. Чистый. Что это? Сыроежки собираем. А это, ой, думала боровик. А это, наверное, красноголовик. На солнце такой яркий. Яркий-прияркий. Прямо очень красный. Ну, подосиновики все чистые. И большие, и маленькие. Вот еще кто-то. Тоже. Кто-то, кто-то есть у бегемота. Да, на этой стороне грибы поинтереснее будут. В дорожке. Лапусик. Лапусик. Попозируй. Еще один лапусик тоже. Ой. Какой. Ой, смотрите. Раскопала. Там еще лапусик лезет один. Надо его вырезать будет уже. Вряд ли он вырастет. Место прямо очень сильно грибное. Еще беленький один. Дождик капает. Ну, папками убирать вообще не получается никак. Так. На этом месте. Одни няшечки. Няшечка-чистяшечка. Иди сыроежек. Замаскировался. Вот он. А, нет. Это сыроежка. Надо же как. Красноголовиков. С сыроежками можно легко спутать. Ой, хорошее место. Не в сказке сказать. Не перому писать. О, типосик. Их два. Двое. Опять. Вот они в разные стороны смотрят. Двое. И вдвое. Сколько у меня таких видео. Где грибочки растут не по одному. А рядышком по два и по три. Няшки. Няшки-няшечки. Они все растут вдоль вот этих канавок противопожарных. Вон там еще какой-то гриб. А здесь-то? А здесь-то что? Опять вдвоем. Сладкая парочка. Опять сладкая парочка. Ой, как они там глубоко. Как он глубоко закопался. Смотрите. Тоже утками. Тоже утками. А еще тут и корни не дают ему вылезти, полноценно вырасти. Ой, комар, простите. Простите, комар. Не дают вырасти полноценно. Вот она утка, только она длинная и такая паровозиком. А второй попался между корнями. Ему легче. Вот этот, казалось бы, большой гриб чистый, чистейший. Но его напарник тоже чистый. Хотя надо посмотреть подальше. Бывает снизу чистый, а дальше идет червивый. Вот еще одна няшка. А грибочки собираю. Ой, червивый этот наверняка мягенький высох. Здесь как узнал, что он червивый, мягкая нога у него. А так маленький. А так маляська. Еще один красноголовичек. Няшечный маленький. Красотулька. Но у этого не белая ножка, а черная уже. Пожалуйста. Еще один. Около лесной тропинки. Беляшек. Ну, тропиночка какая. Иду по тропинке. Что это, или мне кажется, красная. Или это грибовый очек. Ой, какой большой. Он уже желтенький весь, розовенький. Наверное, червивый. Червичушка. А, почему я малюхи? Говорю, подофинников. Ой, какие крелести. Ой, красноголовики. Это что-то. Это что-то. Это просто любовь к лесу. Как тут отошла от корзинки. Здесь не такие яркие. Вот они еще у меня в руках. А вот эти красноголовики. Ну, они из одной оперы. Хотя эти вот, может смешались эти на желто-бурые, похоже. Ножки какие-то тонюсенькие в наше болото. Думала, показалось. Ха-ха, как я удачно сюда повернула. Смотрите, подосюшечка. И смотрите, подосюшечка. Вот они мои краснюшечки. Краснюшки с белыми ножками. Вот громко закричала, чуть опять не наступила. Чуть опять не наступила. Боровичочек. Как сросшийся на две половинки. Такой, казалось, крепкий, но червивый. Опять кого-то вижу. Ну, наверное, большой. Сейчас я обойду тут такое болото. Большие сыроежки. И вижу я воровичок. Он растрескался или их два вместе росло. Непонятно. Сейчас посмотрю. Растрескался. Так, вроде крепкий. От солнышка. Или наступил так же кто-то, как я. Нет, уже червивый все. И проверять не буду. Кто-то наступил, он дорос уже такой ломаный. Моя ж ты радость. Моя ж ты радость. Вроде рядом проходила. Ну, разве не радость и моя? Беленькая губка. Вот, воткнулась в него веточка. Сейчас тебя почистим. Жаль такая. Тверденькая, червивенькая. Несмотря на то, что попадается много червивых, белых боровиков. Выброс адреналина такой большой при виде грибочка. И в ожидании, чистый он или нет, что мы не прекращаем собирать и ездить в лес. Ничего нас не пугает. И вообще основная задача порадоваться поиску грибов. Ну, что делать? Не голодаем мы. Какую прелесть я увидела. Розовенький. Ой, какой. Ой, какой. Ой, какой. Ой, какой. Ой, какой. Может, ты, конечно, и не крепкий. Но ты такой красавчик. Но ты такой красотулька. Нога снизу чистейшая. Сверху резать не буду, чтобы не сломались. Доехали более-менее грибы. Дома посмотрю повнимательней. Может, шляпка, конечно. Но нога-то вообще чистоган. И еще одна красная боевая единица. Перехожу в болотце. Тропиночка болотная. А они тут. Нас ждут на дорожке. Вышла из болотца. Смотрю, тут беляш. Ха, еще один беляш. Или там сыроежка, непонятно. Посмотрим. Ой, какой крепкий. Крепкая нога. Ай, вырвалась чистая нога. Никак не вытащить. Систяшка. Что тут осталось? Вон, какая большая часть осталась. Так, а это что у нас? Все-таки белый. Какой он зеленцой. Не коричневая шляпка. Какой-то он легкий. Может, высох уже червивый. Ну да, червячки почекали его. Ну вот. Я тут резала. Повернула голову. И что я вижу? Еще один. Ой. Ай, нет. Это колпак. Еще один вижу. Такой же с зеленцой. Он на солнышке, наверное, выгорел. Просто был коричневый. А выгорел стал почти зеленый. Чистая нога. Да, мой зонтик. Зонтик мой. Жирная нога. Ноги, конечно, мы есть не будем. Но зонтик, он вкусняшка. Это самый элитный. Вон еще какие большие. Надо посмотреть. Жирные такие. Посмотреть. Они, если белые, то очень хорошо. Это суперские грибы.